Самое мощное за 25 лет. Что известно о землетрясении у берегов Тайваня? У берегов Тайваня утром 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,7, самое мощное в данном регионе за последние четверть века. Следом произошло несколько повторных подземных толчков. Землетрясение привело к жертвам и разрушениям. Была объявлена угроза цунами. Эксперты прогнозируют, что сейсмическая активность в регионе в ближайшие дни продолжится. Белта собрала основную информацию к этому часу. Что произошло? Землетрясение произошло в ночь на 3 апреля. По данным Японского национального метеорологического управления, магнитуда составила 7,7. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценивает магнитуду в 7,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился в 99 километрах к востоку от города Тайчжуна. По словам директора Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня Уцзяньфу, сегодняшнее землетрясение стало самым мощным с 1999 года. Сейсмическая активность у берегов Тайваня продолжается. За ночь здесь произошло несколько десятков повторных толчков. Максимальная магнитуда достигла 6,4. В японской префектуре сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами высотой 3 метров. По информации агентства Kyodo News, небольшая волна ближе к утру достигла японских островов Йонагуни, Исигаки, Мияка. По данным телеканала NHK, высота цунами составила всего 30 сантиметров. Наивысший уровень опасности в связи с цунами объявили и власти Китая. Позже предупреждение об опасности было отменено. Между тем подземные толчки ощущались в китайских провинциях Фуцзянь и Цзяньци. На востоке Китая на некоторых участках железных дорог было приостановлено движение поездов. Что известно о жертвах и разрушениях? Землетрясение привело к обрушению зданий на Тайване, отключением электроэнергии и сбоем в работе интернета. На фото, публикуемых в соцсетях, можно видеть накренившиеся здания поврежденные автомобили с заваленной оползнями дороги. По данным Синьхуа, подземные толчки ощущались по всему острову. В Тайбэе была приостановлена работа метрополитена. Также на острове частично приостановлено железнодорожное сообщение, закрыты скоростные автомагистрали. Между тем, по сообщению местных властей, расположенные на Тайване АЭС не повреждены. По данным пожарной службы острова, в результате землетрясений обрушилось по меньшей мере 26 зданий. Наибольший ущерб нанесен популярному среди туристов городу Хуалянь. На военной авиабазе в уезде Хуалянь получили повреждения ангары с самолетами. Сообщается о повреждении восьми истребителей F-16V. Из-за землетрясения была приостановлена работа тайваньской компании по производству полупроводников TSMC, которые производят чипы для Apple и NVIDIA. В компании оценивают ущерб от приостановки производственных процессов в 60 миллионов долларов. На данный момент известно о девяти погибших и более 820 пострадавших. Около 80 человек заблокированы в обрушившихся зданиях. Порядка 1 тысячи человек могут быть заблокированы в горах в Национальном парке Тарока, сообщает ТАСС. В нацпарке находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. Известно, что по меньшей мере два человека пострадали из-за падения камней с гор. Один из них госпитализирован. Кроме этого, в находящихся на территории парка населенных пунктах проживают свыше 300 человек. Если среди них пострадавшие, не сообщается. В пострадавшие от землетрясения районы были направлены спасатели и военные. Поисково-спасательные операции продолжаются. Местные СМИ сообщают, что в некоторых районах острова не сработали тревожные сирены, предупреждающие жителей об опасности в связи с землетрясением. Метеорологическое управление Тайваня пообещало разобраться в ситуации. Что говорят сейсмологи? По прогнозам сейсмологов, в ближайшие несколько дней в регионе могут произойти повторные землетрясения магнитудой до 7. Подземные толчки вызваны смещением филиппинской литосферной плиты. Бывший глава сейсмологического центра Центрального метеорологического управления Тайваня Го Кайвэнь заявил, что произошедшее землетрясение по своей мощности эквивалентно 32-м ядерным бомбам, сброшенным американцами на Хиросиму в 1945 году. Для сравнения, землетрясение 1999 года высвободило энергию, равную взрыву 46-ти ядерных бомб. Руководитель центра цунами Сахалинского управления гидромедслужбы Татьяна Ивельская сообщила ТАСС, что землетрясение у побережья Тайваня не вызовет цунами у берегов Дальнего Востока России. «Район, где произошло землетрясение, не цунами опасен для российского побережья, но мы будем вести мониторинг», — рассказала собеседница агентства. Что известно о землетрясении 1999 года? Четверть века назад, 21 сентября 1999 года, в тайваньском городе Дзидзи произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,6. Оно считается вторым по мощности из зарегистрированных землетрясений в истории Тайваня. В результате подземных толчков погибло более 2,4 тысяч человек. Свыше 11 тысяч пострадали. Землетрясение привело к значительным разрушениям на острове. Более 100 тысяч человек остались без крови. Землетрясение также нанесло огромный урон тайваньской экономике. Ущерб составил порядка 10 миллиардов долларов.